Количество зараженных новым коронавирусом в России выросло до 93 человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Сам предправительство добавило, что 86 случаев заражения завозные, а под наблюдением врачей находится около 15 тысяч человек. В Ульяновске принимают привитивные меры по сдерживанию вирусных заболеваний. В первую очередь это касается мест массового скопления людей. Кроме санитарной обработки, в ход также идут меры по ограничению физических контактов. Образовательные учреждения региона переведены на дистанционные обучения, а массовые мероприятия отменяют. Репортаж Эдуарда Истомина. В Ульяновском политехии незапланированные каникулы. Они на три дня. За это время преподаватели перестроят учебный процесс, а уж потом студенты смогут дистанционно пополнять свой багаж знаний. Так будет до особого распоряжения ректора. Также предпримут и другие меры. Это непосредственно контроль на входе температуры. Поэтому мы, конечно, часть входов закроем. С учетом дистанционного режима будет здесь меньший поток людей. Вторая мера – это дезинфекция будет усилена к наличию жидкого мыла в каждом туалете. Свою кулинарную политику пересмотрят и студенческие столовые. Сейчас на раздачах популярны слезные корнеплоды в нарезанном виде. Посетителям рекомендуют либо воду, либо чай, но с лимоном. А вот школьники однозначно перейдут на домашнее питание. С 17 марта мы отменяем традиционную форму образования и переводим все образовательные организации школы, техникумы, колледжи в дистанционный формат обучения. Мы сохраняем отмену массовых мероприятий с массовым скоплением детей и отменяем выезды детей за пределы региона. А это Ульяновский автовокзал. Его сотрудники, подавая пример пассажирам, постоянно ходят в масках. Кроме того, здесь ежедневно по графику драят полы водой с хлористым веществом. Вещество безопасно. Одна таблетка, оно у нас входит в реестр Роспотребнадзора. Значит, оно допущено к обработке, и поэтому оно закупается, и мы им обрабатываем. Оно на основе хлора практически не пахнет. Санобработке подвергается и кресло в зале ожидания. А еще поручни на лестницах, плюс стеновые панели с дверями. Сам транспорт также подвергается обработке. А все авто без санитарной помывки персоны нон-грата. Об этом на зубок знает шофер. Да, да, как же. Раствором хлорки обрабатываем, протираем поручни. Все, ну все как положено. Получается два, даже больше, два-три раза в день. День в трамвайных депо начинается с хлористой таблетки. Водой с химикатом обильно обрабатывают салоны. Ради этого сотрудники предприятия не гнушаются спецодеждой. Их душу греет мысль, что обработан каждый уголок трамвая. Полностью поручни, сиденья, стекла, обшивка внутренняя, полы. Все обрабатывается средством. Дезинфекцией подвергается весь подвижной состав. В утренние часы это больше полусотни трамваев. За санитарной дисциплиной следят мастер по выпуску на линии и главный инженер. Эдуард Истомин, Павел Игнатьев, Игорь Кранцев, Алексей Прохоров, Герман Баранов и Александр Абрамов. Вести Ульяновск.